Источник успеха Вы знаете, трудно говорить о том, что для тебя успех. Для меня успех – это просто чувствовать себя счастливой и довольной и жить каждым днем, наслаждаясь нашей текущей жизнью. Поэтому сказать, что успех – это нечто, что-то такое особенное, отдельное от моей текущей жизни, я не могу сказать. Успех – это, наверное, в первую очередь то внутреннее ощущение довольства, хотите даже в некотором смысле эгоистического довольства собой. Ты просыпаешься утром, ты смотришь на себя в зеркало и говоришь, окей, я доволен собой или нет. Если ты собой доволен, это уже успех. То есть это некая оценка самого себя, а не, на мой взгляд, общества. Потому что ты можешь быть на очень высоком уровне, можешь быть успешным с точки зрения общества, социума, но при этом не просыпаться счастливым и не улыбаться себе в зеркало. Поэтому для меня успех – это в первую очередь, насколько я довольна собой и чувствую себя счастливой и улыбающейся. Да, человеком. Да. Но успех – он тоже действенность счастью. Можно сказать, что успех равен счастью? Ну, такие трудные категории, да, с одной стороны, они такие красивые, да, счастье, успех. На мой взгляд, да. На мой взгляд, да, и счастье, и успех – это что-то такое вот общее, что мы называем таким вот внутренним, наверное, внутренним драйвом, совершенно верно. Внутренним и внешним, наверное, драйвом. Да, наверное, вот счастье и успех все вместе – это вот какие-то две составляющие внутреннего и внешнего ощущения. А какие, вот я хотела спросить, качества, вот присущие успешному человеку? Какими качествами обладает успешный человек? Вот всех тех успешных людей, которые я считаю успешными, в первую очередь, это очень открытые люди, это очень контактные люди, это позитивные. И в некотором смысле, знаете, наверное, это еще и открытые именно вот как, в каком-то смысле, как дети, да, потому что не только открытым к общению, но и открытым ко всему новому. Ты не можешь в своей карьере или в бизнесе двигаться вперед, если ты не видишь, что дальше, да, если ты не открыт к чему-то новому, да. Поэтому вот в этом смысле, наверное, может быть, потому что у меня есть дети, я понимаю, насколько дети открыты ко всему новому, да, они готовы попробовать и походить, и поползать, и дальше, дальше, дальше больше. Вот поэтому в этом смысле, наверное, так. Вия, а как вы попали вот в финансовый бизнес и вот с чего началась ваша карьера? Карьера моя началась с того, что по большому счету я училась в университете, да, на экономическом факультете именно в годы, когда были такие переломные, да. Я поступила в 89-м году, я помню, как первые два года нам читали политэкономию, и вдруг на третьем курсе все учебники выкинули, и банковское дело, и биржевое дело, и преподаватели, по большому счету, сами, наверное, не знали, да, мы выкинули Маркса, мы выкинули Маркса, и появился Котлер, да, которого мы читали там все вместе в маркетинг. Поэтому в это время все начинали, все начинали работать, то есть учились на очном факультете и параллельно где-то работали. То же самое было и со мной, я встретила своего одноклассника, который придумал очень простой бизнес, это была торговля, знаете, такие вот понятные ларьки, я жила в Нижнем Новгороде, и, значит, он открыл несколько таких вот ларьков со своим старшим братом, и спросил меня, слушай, а ты учишься на экономическом факультете? Я сказала, да, я учусь на экономическом факультете. Он говорит, отлично, мне нужен главный бухгалтер. Как абсолютно нормальный студент, я не задумываясь согласилась, подумала, ну, конечно, если завтра будет, нужно будет сдавать баланс, какая проблема, я выучу все, что нужно будет там за пару ночей. Оказалось, все не так просто, и то, что я проходила в этом смысле параллельно в университете, да, вот эти, знаете, как бы самолетики, актив-пассив, оказалось как-то совсем неприменимо к тому, что делал мой одноклассник, да, то, что делал мой одноклассник со своими ларьками, продавая сигареты, конфеты, пиво, жвачку. Вот. Поэтому пришлось учиться, как бы, как говорится, learning by doing, да, там учиться в процессе, деваться было некуда, и первый баланс надо было сдавать. Поэтому, когда я закончила университет, то, в принципе, у меня уже практически три года было опыта работы такой... В реальном секторе экономики. В реальном секторе экономики такой вот высокой позиции главной бухгалтери. Когда я пришла на собеседование в банк, как раз было то время, что многие хотели работать или на бирже, или в банке, да. Банки казались очень закрытой, как бы, организацией. Я, конечно, видела красивые здания, очень хотелось туда попасть, и появилась возможность попасть туда на стажировку. Меня не взяли на работу, я просто работала по трудовому соглашению. Задача была открыть как можно больше расчетных счетов. Что, собственно, я и делала, обходя ногами, значит, предприятия, рассказывая, почему на тот момент это был инкомбанк. Ну, кстати, было его нетрудно продвигать, потому что не очень было много московских филиалов в Нижнем Новгороде. Здание было очень красивое, и я так очень активно... Да, я как промоутер активно-активно это продвигала несколько месяцев. В общем-то, собственно, потом мне предложили, появилась вакансия в кредитном отделе. Я на тот момент также не очень хорошо себя представляла, как эта банка выглядит изнутри, и мне очень хотелось быть операционисткой. Мне казалось, что это так красиво сидеть в операционном зале. Я как-то так с сожалением подумала, ну ладно, кредитный отдел, значит, кредитный отдел. Уже начав работать, я поняла, что, конечно, кредитный отдел – это мое, мне это очень нравится. И, собственно, так и началась моя карьера, и мое ремесло в этом смысле. Я как бы кредитчик с самого своего первого дня. Была четвертой категории, третий, второй, первый. Начальник сектора, начальник отдела. Потом, к сожалению, инкомбанк развалился, и у меня появилась возможность. Это, кстати, тоже, на мой взгляд, один из моментов, что может приводить к успеху. Надо не бояться делать такой вот шаг, может быть, неординарный. Мне сделали предложение стать руководителем представительства. Тогда это был первый иностранный банк в Нижнем Новгороде от кредитования малого бизнеса. Ну и я подумала, что надо попробовать, и надо... То есть не надо бояться, да? Не надо бояться менять. Не надо бояться. Хотя на тот момент я еще была достаточно молодая, и вдруг я как бы стала наравне с управляющим филиалом, в котором мне казался царь-бог, очень человеком. Страшно было вообще идея? Знаете, нет, не страшно. Наверное, еще знаете почему? Потому что это вопрос, мне кажется, еще и воспитания. Как-то вот именно в семье никогда не культивировал, что, о, Господи, это губернатор. Или, о, Боже, там, это какой-то человек. То есть не было поклонничество, скажем так? Нет, да. Мне было понятно, что делать. Я уже на тот момент прошла обучение и получила там самый вышибал по кредитованию малого и среднего бизнеса. Прошла сертификацию от программы Европейского банка реконструкции и развития. Я это делала параллельно вместе со своей работой в инкумбанке. И, на мой взгляд, это вот некий третий, хотите такой вот, ну, там, ключ, на мой взгляд, к успеху, делать что-то большее, чем ты делаешь на работе. Как правило, ну, мы все приходим, да, там, мы пришли на работу, есть какая-то задача, да, там, ты ее сделал, но, на мой взгляд, надо делать чуть больше. Или предложить что-то большее, да. Вот, там, когда мне пишут молодые ребята, я им всегда рекомендую сделать чуть больше, чем есть их должностные обязанности. Например, в самые первые мои дни я сидела в одном кабинете, там, с пятью мужчинами, я была одна девушкой, я просто записываю, как бы, когда им кто-то звонил, или они сообщали какие-то номера, я в том числе себе записывала в тетрадочку. Когда они не могли найти, ну, нормальные мужчины, да, значит, они не могли... Вы как раз оказываетесь здесь. Я просто, да, я просто говорила, смотрите, вот, вот, как бы, я записала, да, там есть так. Поэтому вот в этом смысле, даже в очень простой работе, да, всегда можно найти, что делать чуть больше. Чуть больше, чем лучше. А вот, ну, вот... Тема, чем обычного. Да, а вот проблемы основные какие-то были, там, ну, вот, абсолютно новый бизнес, там, ну, бизнес, конечно, тот же, абсолютно новое, скажем, дело и абсолютно там другой уровень ответственности, например. Ну, новый уровень ответственности. Ну, на каждом этапе возникает какой-то там новый уровень ответственности. Я не могу сказать, что возникают какие-то вот дополнительные трудности. Но ведь этот же шаг, это риск некий, правильно? Вот, ну, грубо говоря, все изменить, это большой риск. Это все-таки вот риск неотъемлемая часть успеха или... Согласна с вами полностью, что риск, это, безусловно, неотъемлемая часть успеха. И нужно делать этот шаг и нужно выходить из зоны комфорта, да. Это, на самом деле, касается много чего. Даже, например, если ты занимаешься спортом, как приятно в субботу поваляться в кровати, да, не заставлять себя подняться, там, пройтись, там, сделать пробежку или прокатиться на велосипеде. Во всем этом тебе приходится как бы себя... Преодолевать. Преодолевать. Пресиливать. И вот это вот, наверное, и есть, на мой взгляд, ключ к успеху. А как разделить разумные и неразумные риски, например? Хороший вопрос. Ну, вы знаете, разумные или неразумные риски. Я для себя лично это вот определяю таким образом, что если я понимаю профессионально, что я буду делать, да, вот какое это дело, да, я вижу, какие надо делать шаги, да, там, я себе понимаю. Эти задачи, я себе способна эти задачи, хотите даже, там, сейчас это модно об этом говорить, визуализировать, да, представить в картинке, тогда я не считаю это риском. То есть, если этот риск идет от меня изнутри, да, я не считаю это риском. Если меня кто-то к этому подталкивает, да, вот это для меня сигнал, надо подумать, это мне действительно, действительно надо или нет. Надо ли это или нет? Да, потому что очень часто говорится о том, что вот, ну, успех, дальше идет то, что я говорила, коммуникация, да, а вот коммуникация – это некое согласие на все. Нет, ни в коем случае. Согласие на все не должно быть. И в этом смысле важно также определить свои некие базовые ценности, да, что ты будешь делать, а что ты не будешь делать даже ради, там, карьеры, зарплаты и так далее. Но в первую очередь в основе всего этого я все-таки считаю, что это профессионализм, надо развивать именно свое ремесло. Не только, как принято, знаете, как бы считать, что надо развивать навыки презентации, навыки общения, аргументирования, да, это все нужно. Но в первую очередь надо понимать свой собственный предмет, да. Если ты кредитчик, ты должен… Специалистом в своей области. Обязательно, да. Что очень важно, кстати говоря. Обязательно. И бесконечно совершенствоваться, наверное. Да. Ну, да, посмотреть, а что еще ты можешь узнать, а что делают другие коллеги. То есть нужно расти над собой. Знаете, как, наверное, вот такой первый этап успеха, когда люди получают, да, они говорят, окей, все, я всего достиг, и как бы следующий шаг уже не получается. На мой взгляд, это очень важно смотреть. А что делать мой сосед? Это очень важно. А почему он лучше меня? Я извиняюсь, мы прервемся на рекламу и вернемся к вам после рекламной паузы. И снова здравствуйте. В эфире программа «Источник успеха». Ее ведущие Алексей Воинов и Наталья Ерофеевская. Снова здравствуйте. И у нас сегодня в гостях Надия Черкасова, член Совета директоров «Банка Траст». Снова здравствуйте. 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 Мы продолжим тему про то, что нужно делать лучше, чем делает ваш сосед, чем другой профессионал. То есть необходимый профессиональный рост. А вот, например, каким образом эмоции мешают работе? Ведь зачастую эмоции нам могут подсказать неверные решения, могут сделать неверный шаг. Знаете, на Востоке есть такая притча. Одного человека спросили, какое сердце ты хочешь новое? Сердце военного, торговца или банкира? Он говорит, хочу сердце банкира. А почему? Оно новое, им никто не пользовался. Вот есть ли в вашей профессии такая вещь, как бессердечность, например? О, Алексей, как спросил, так спросил. Вы знаете, у меня сразу возникла такая аналогия. Есть ли бессердечность у патолого-анатома? На мой взгляд, нет. Мы люди, мы не роботы. Неважно, в какой ты профессиональной принадлежности. В этом смысле мы, в первую очередь, человеки. И наша некая сущность, характер, она, конечно, выходит, наверное, в первую очередь. Хотя, безусловно, профессия накладывает также свой отпечаток. Как говорят, профессиональная деформация также возникает. Но я бы не сказала, что там банкиры бессердечные. Много примеров, когда банкиры являются и потрясающими фотографами, и музыцируют, и на российском нашем рынке много таких примеров, когда первые лица занимаются активно спортом. И я думаю, у вас в программе было много таких людей. Что же касается эмоций в целом, да. Ну, мы все знаем, что есть такое понятие, как эмоциональная компетенция. И, на мой взгляд, эмоции – это не со знаком минус. Как говорится, вот все хорошо ко времени. Бывают ситуации, когда необходимо донести какие-то вещи эмоционально. Например, стоит большая задача, и тебе необходимо мотивировать большое количество людей на какую-то задачу, которая многим кажется сейчас абсолютно нереальной. И, безусловно, только с подключением эмоций, харизмы, своих каких-то, знаете, человеческих энергетических сил ты можешь это сделать. Ты, конечно, можешь выйти как робот и сказать, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, наша цель вот так, циферка такая и такая. Людей это не тронет, они это не услышат. Это не затронет, они не услышат. Да, они, наверное, сделают, зарплату в конце концов получают. Но это не будет вот на таком уровне. Поэтому я не считаю, что эмоции – это плохо. На мой взгляд, важно, безусловно, как и много разных других вещей, контролировать, в том числе и эмоции. Но подключение эмоций в определенных задачах, для решения определенных задач, оно необходимо. Вы знаете, кстати, вы мне сейчас напомнили, бывает так, что иногда можно встретить молодых руководителей. Я вот в свое время, когда работала в КМВ-банке, занималась управлением региональной сети, да, ты открываешь представительство, филиал, берешь молодого парня или девушку, и они вдруг, неожиданно, становятся такими очень серьезными начальниками. Они как-то все, они взрослые, они входят в образ. Это, конечно, очень смешно, да, потому что, на мой взгляд, ну, как бы это такие… Я из всех этих людей, которые вот подавали надежды, но потом вошли в этот образ, никого не знаю, кто развивался дальше. Ну, они стагнируют, как бы на таком, останавливаются на определенной планке. Ну, вот это вот некая маска, я теперь взрослая, я теперь серьезная. Это немножко похоже, знаете, когда дети иногда изображают вот… Да, взрослых, играют во взрослые игры. Да, знаете-ка, сейчас вспомнила смешные примеры. У меня дочке два с половиной года, она сейчас надо копировать меня и красит губы. Как только она покрасит губы, она начинает разговаривать вот так. Я не знаю, где она это увидела. Она становится очень-очень важной и ведет себя так даже немножко скованной. Мне вот эта ситуация напоминает как от некоторых молодых руководителей, которые говорят, все, я теперь большой начальник, я теперь биг-босс, я теперь не должен себе позволить эмоции. Поэтому эмоции хороши, как говорится, ну, они должны просто быть ко времени. Диа, вот если мы затронули тему людей, вот насколько важна команда вообще? Как говорят, что короля делает его свита, то насколько важна команда вообще, которая работает рядом с руководителем, поддерживает его? Ну, есть много разных пословиц и ярких выражений на эту тему. У меня сразу вспомнилось, один в поле не воин, да, там, и их много. Их много, конечно, команда – это многое, команда – это все. И в этом смысле, ну, я приверженник вот этих вот теорий, где, в общем-то, задача решается командой. Я бы даже сказала, не столько короля делает свиту, мне кажется, очень важно именно с точки зрения, если ты хочешь развиваться дальше, вот одно из моих правил, да, я никогда не вцепляюсь в то кресло, которое есть. Вот, знаете, в свое время, когда вот я еще работала кредитным инспектором, да, там вот в том далеком инкомбанке в Нижнем Новгороде, мне казалось, что вот если вдруг я стану заместителем управляющего филиала Нижегородского, Нижегородского филиала какого-то банка, это самая главная моя мечта, да. И вот мечта в итоге, она становится больше, если ты развиваешь и других людей, да. То есть вот, например, допустим, ты занимаешь какую-то позицию, у тебя есть замы, которых ты развиваешь, есть ребята, которых ты развиваешь, и ты уже, в принципе, готов сделать следующий шаг, да, потому что ты видишь, что у тебя есть смена. Я сторонник того, что должна быть команда, и сразу должны быть определены в какой-то степени люди, которые займут твое место. И я с удовольствием уступаю всегда свое место, потому что я знаю, что, пожалуйста, возьмите мой, 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 так сказать, пирог, меня ждет потрясающий торт в будущем. А как вы вот перешагнули через это? Ведь это же сложно, очень часто, ну, какая-то мечта на меня овладевает, ее начинаешь вожделеть, и уже не можешь, ну, никак со собой совладать, вот не понимая, что дальше есть, как бы, следующий горизонт. Вы знаете, мне повезло, мне повезло, вот, когда я работала, да, последние, там, не знаю, 15-20 лет, мне всегда везло с руководителями. И в первую очередь, вот, я работала в программе Европейского банка реконструкции и развития, там были потрясающие люди, это были в основном иностранцы, у которых стояла задача, и это было как культура пропагандировалась, да, стояла задача поработать полгода-год, может быть, полтора, оставить себе смену и уехать. И вот эта компетенция, как коучинг, да, это как часть твоей работы, ты обязан воспитывать себе смену. То есть наставничество. Я это почувствовала на себе, вот это наставничество совершенно верно. То есть оно, вроде, такое выхлащенное слово, но на самом деле очень важное, и на самом деле оно очень много внесет в себя. Да, и вот, в общем-то, я исхожу из того, что если вот, ну, как бы, наставничество для меня, это уже какая-то такая, знаете, необходимость, да. А то, что, как бы, уступи, и ты получишь что-то большее, ну, я не хочу сказать, что это, знаете, как бы, это, в принципе, из законов жизни, да. Я и проверила это вот реально на, как бы, вот, не знаю, на своей, на своей жизни. Как только я видела, что возникают какие-то, ну, корпорации, всегда в крупных корпорациях есть разные, там, корпоративные игры всегда. Игры, там, позиционные борьбы. Не только есть команда, которая себя любит, да, есть какие-то интриги, это факт, это есть, да, и как только я начинала видеть, что есть что-то, что-то такое, да, я себе думаю, окей, знаешь, мне пора делать новый шаг. Значит, есть люди, которые хотят мое место, мне нужно делать новый шаг. Нужно делать вперед, идти развиваться. И новый шаг, знаете, как бы, я уверена, что как только ты делаешь себе вот эту новую поляну, да, то есть, например, ты предлагаешь новый проект, ты говоришь о том, что, смотрите, например, там, в Америке делается вот это, вот это, мы могли бы делать вот это, да, давайте попробуем, давайте начнем. Начинаешь уже в свободное время это прорабатывать, и в результате у тебя, ну, не знаю, хотите, даже так, информационный поток уже формируется, и ты себе уже формируешь некое, по большому счету, новое карьерное место. Это не обязательно в новой организации, это может быть, потому что вот моя, если называть это историей успеха, да, я за, там, получается, 20 лет карьеры проработала только в трех пока организаций. У каждой организации я делала много-много. Ну, наверное, это не огромные шаги, все-таки за 20 лет, по сути, там, от кредитного инспектора до директора, или как от рабочего до директора, наверное, это нормальный, нормальный срок. Еще, наверное, совет, который я хотела бы дать вот молодым ребятам, все очень ждут быстрых карьерных... Да, срочно, быстро, срочно, на всю секунду. ...рывков. Карьерные рывки бывают не только вертикальные, да, они бывают горизонтальные, и порой, скажем так, горизонтальные вот эти вот рывки, когда ты узнаешь еще какую-то область, они являются хорошим базисом для того, чтобы перешагнуть даже, может быть, ту ступень, которую человек хочет сейчас. И вот еще один момент, мне просто пишут молодые ребята на блог, и там, и в почту на Фейсбуке. Очень часто увлекаются всем подряд. Самое распространенное письмо, я очень хочу построить свою карьеру, я там работаю в бухгалтерии, там, в таком-то банке, я еще там занимаюсь НЛП, еще я увлекаюсь маркетингом и пиар, а еще я пишу где-то какие-то статьи, то есть, ну, на мой взгляд, вот деятельность, она должна быть упорядоченная. Сфокусирована, то есть фокус. Фокус очень важен. Очень важен фокус в карьере. Если ты постоянно, как бы, вот то здесь, то там, то еще где-то, вот я встала на эту дорожку, кредитный инспектор четвертой категории, я как бы по ней, как знаете, как такой паровозик, чух-чух-чух. То есть не надо распыляться, получается, да? На мой взгляд, если ты почувствовал, что это твое, да, наверное, нужно переключаться, когда ты понимаешь, что это точно не твое, да, но если ты почувствовал, что это твое, все, все, встал и, как бы, и в этом смысле, на мой взгляд, пошел. Такие распыления, они приводят, в общем-то, к потере времени. К потере времени. Надо определиться, ты бухгалтер или ты маркетолог, или ты увлекаешься NLP технологиями, ты хочешь быть HR или где? В творческом виде себя выразить, как писатель или еще кто-то. Совершенно верно. Вот, например, я веду программу, как ведущая, да, вот, да, у бизнеса. Я это делаю потому, что это, наверное, любую другую программу я не согласилась бы вести, да, но это я очень люблю читать, я много читаю, да, и для меня это просто возможность превратить мое хобби в нечто большее. Чуть больше читать. Делаются знаниями с людьми, в том числе, тоже. В том числе, совершенно верно, делятся знаниями. Поэтому вот какие-то иногда, кажется, со стороны, что люди, делающие там какую-то большую карьеру или успешную карьеру, делают какие-то абсолютно разные вещи, но если чуть повнимательнее приглядеться, и я это вот, ну, там, тоже наблюдала за некоторыми известными личностями, то на самом деле это сфокусированное движение. Фокус. То есть оно, это не хаотичное броуновское движение, куда попало. К сожалению, время нашей программы подходит к концу, и в завершении, очень жаль, в завершении хотелось бы сформулировать некоторую формулу успеха. То есть это некий счастливый случай, или мы говорим, тот случай, который приводит вас к успеху. Это преодоление, пересиливание себя. Это занятие любимым делом и фокус. Фокус – это работа в команде и помощь, ну, скажем, людям, которые рядом работают, тоже вырасти. То, что это развивает и тебя тоже. Я бы еще, наверное, сказала, знаете, счастливые случаи обычно говорят, ну, а как на это вот влиять? На мой взгляд, знаете, говорят, о, вот этот человек, ему повезло. На мой взгляд, не повезло. Этот человек делал то, что ты только собирался делать. Только лежал и думал о том, что надо бы делать, да. А он уже начал это делать чуть раньше. Поэтому, когда говорят, ой, ей повезло, да, там, или ему повезло, я говорю, нет, ему не повезло. Он просто работать начал чуть раньше. Работать начал чуть раньше. И делать начал чуть раньше, чем тот, который лежит на боку. И думает. Поэтому я думаю, что вот если как бы заканчивать на такой вот позитивной ноте, однозначно успех, в первую очередь, это то, как ты себя ощущаешь. И, безусловно, как бы, ну, а внешний успех, это, наверное, все-таки вот проявление в некотором смысле внутреннего. Если у тебя многое получается, да, то в конце концов тебя ждет результат. Важно, чтобы твои вот эти действия, они были сфокусированы. Сфокусированы и двигались в правильную правильность. Знаете, кстати, есть одно такое правило, называется 10 тысяч часов. Это правило, что почему, например, Моцарт стал великим композитором. Просто он начал тренироваться чуть раньше, в три года. В отличие от тех, которые начинали это делать там в 7-8 лет. У него была фора 4-5 лет. Вот и все. Поэтому не сидите, а сразу начинайте что-то делать. Наверное, это мы можем сказать нашим телезрителям. Надя, спасибо большое. Спасибо. Было очень интересно. С вами была программа «Источник успеха». С нами была Надя Черкасова. Ведущие Алексей Воинов и Наталья Ерофеевская. Большое спасибо. Спасибо, Надя. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова